В самой глубокой части моря стоял дворец морского царя. И было у него шесть дочек. Целыми днями они играли в саду. В отличие от остальных принцесс, самая младшая была тихой и задумчивой. И звали ее Русалочка. Больше всего она любила слушать рассказы о мире людей. По традиции русалка впервые могла подняться на поверхность лишь в свое шестнадцатилетие. И вот пришло время увидеть землю и самой младшей принцессе. Она вынырнула неподалеку от корабля, с палубы которого доносились пение и музыка. Это был первый раз, когда принцесса видела корабль. В каюте судна Русалочка заметила красавца принца. Она долго не могла оторвать от него взгляд. Внезапно, на море начался сильный шторм. Корабль принца наткнулся на скалу и разбился на части. В полной темноте блеснула молния, и Русалочка увидела, как принц упал в море. Она спасла его, доставив на берег. Вскоре принца нашла проходящая мимо девушка. Очнувшись, он улыбнулся ей и поблагодарил за то, что спасла. Русалочке стало грустно, что принц даже не подозревал о ее существовании. Она нырнула в воду и уплыла. Из рассказов отца о людях Русалочка знала, что они считают рыбий хвост у русалок безобразным. Поэтому, чтобы понравиться человеку, надо было обзавестись двумя ногами. На следующий день Русалочка отправилась к морской ведьме. Колдунья была согласна изготовить для нее зелье, которое превратило бы рыбий хвост в пару стройных ног. Походка принцессы была бы грациозной, но каждый ее шаг доставлял бы невыносимую боль. А если принц женился бы на другой, Русалочка превратилась бы в морскую пену. Взамен ведьма пожелала забрать у девочки ее чудный голос. Принцесса готова была на все, чтобы быть рядом с принцем, и она согласилась. Приплыв ночью ко дворцу принца, Русалочка выпила волшебный напиток. Ее пронзила острая боль, и она потеряла сознание. Очнувшись днем, девочка увидела перед собой принца, а опустив глаза, обнаружила две ноги вместо рыбьего хвоста. Принц пытался узнать, кто она такая и как сюда попала, но Русалочка не могла говорить. Несмотря на ее воздушную походку и прекрасные танцы, она ощущала ужасную боль в ногах. Принц все больше привязывался к Русалочке, но все же относился к ней как к маленькому милому ребенку. Ему и в голову не приходилось делать ее своей женой. Как-то принц признался, что его сердце занято той, что спасла его давно на берегу, и они собираются пожениться. Русалочка сильно огорчилась, но не могла рассказать ему правду. Когда настало время свадьбы, принц пригласил Русалочку отправиться с молодожанами в свадебное путешествие. На палубе корабля раскинулся роскошный шатер для новобрачных. У Русалочки остался последний вечер, чтобы побыть с тем, ради кого она оставила свой дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения. Но он даже не замечал их. Когда на корабле наступила тишина, Русалочка сидела на палубе и ждала первых лучей солнца. Вдруг, около корабля она заметила своих сестер. Они слезно попросили ведьму, чтобы та помогла спасти принцессу от смерти. Колдунья дала им острый нож, которым Русалочка должна была пронзить сердце принца. Капля его крови превратила бы ее ноги в хвост, и она смогла бы вернуться в море. Русалочка заглянула в шатер и увидела там спящую влюбленную пару. Она не нашла в себе сил лишить принца жизни и кинула кинжал в море. С горя, Русалочка бросилась в воду. Но доброта принцессы растопила сердце злой ведьмы. Колдунья отменила свое заклинание, и у Русалочки снова появился рыбий хвост вместо человеческих ног. Когда-то в дремучем лесу жила хитрая и самовлюбленная лиса. Она всех обманывала, поэтому никто из зверей ей не доверял и не хотел с ней дружить. Вскоре лисе надоело быть одной, и она пригласила своего соседа журавля на обед. Сначала журавль отказывался, помня, что лисе нельзя доверять. Но лиса убедила его, сказав, что кроме него никто из зверей не хочет дружить с ней. А главное, лиса предложила ему стать лучшими друзьями. Журавль был рад такому приглашению и через некоторое время отправился в гости. Суп, который приготовила лиса, был очень ароматным. Накрыв на стол, она рассыпала еду в большие тарелки. Лиса пригласила журавля за стол и стала с удовольствием есть свой суп. Но у журавля никак не получалось попробовать его из такой плоской посуды. Он безуспешно стучал клювом по тарелке и в конце концов остался голодным. Журавль расстроился, подумав, что лиса была очень невнимательна к нему. Но он был гостем в ее доме, поэтому ничего не сказал о своей обиде. А лиса тем временем доела суп до последней капли. Увидев, что журавль собирается уходить, она спросила в недоумении, понравился ли ему обед. Журавль вежливо попрощался и пошел домой голодный и расстроенный. Через некоторое время журавль решил преподать лисе хороший урок. Он отправился к своей подруге и вежливо пригласил ее на ужин. Лиса очень обрадовалась предложению и согласилась. Приготовив ужин, журавль достал два высоких и узких кувшина для себя и лисы. Он накрыл стол и разложил еду по кувшинам. К этому времени пришла лиса. Она была очень голодная. Журавль пригласил гостю к столу и друзья приступили к ужину. Лиса попыталась поесть из узкого кувшина, но у нее ничего не вышло, потому что посудина была слишком узкая. Журавль тем временем с легкостью ел своим длинным клювом. Когда он закончил, то увидел, как лиса безуспешно пытается поесть. Журавль поинтересовался, понравился ли ей ужин. Но лиса ответила, что она ничего не смогла съесть из-за того, что кувшин был слишком узким и длинным. Журавль ждал подобного ответа. Он напомнил лисе, как ушел голодным из ее дома из-за того, что тарелка была слишком плоской. И тогда она поняла свою ошибку. Ей стало стыдно, что так невнимательно отнеслась к соседу. Лиса извинилась и сказала, что и подумать не могла, что он не сможет есть из такой тарелки. Журавль простил ее и сказал, что впредь им нужно помнить об их различиях. Сказав это, он принес большую тарелку, из которой гостья могла легко съесть свой ужин. Когда наступило время прощаться, лисе пришла идея. Она попросила журавля взять один из его кувшинов к себе домой, чтобы он мог без труда обедать в гостях у лисы. Соседу понравилась такая мысль. Он похвалил лису, сказав, что если она будет использовать свою хитрость и смекалку для добрых дел, то у нее появится много друзей. Лиса и журавль весело засмеялись. С тех пор они были лучшими друзьями. Спустя какое-то время журавль пришел попрощаться со своей соседкой перед тем, как отправиться в теплые края. Оставшись одна, лиса заскучала. Но она никогда не забывала слова журавля. С тех пор лиса перестала думать только о себе и обрела настоящих друзей среди других зверей в лесу.